Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас видеообзор свободного мотоцикла. Kawasaki KLE 250, он же Анхела. Вот такой вот маленький, легкий турэндурик. Довольно прикольный. Кто знает, для чего мотоцикл нужен, тот знает. 42.30, последняя цифра номера рамы. Сейчас мы его заведем, проверим, прокатимся, посмотрим. Все, завелся, работает. Так, он сейчас на оборотах, да? Ну, в принципе, работает довольно неплохо для своих лет. Смотрим, поворотник один есть, второй есть. Фара дальний, ближний, все работает. Сигнал, сигнал есть. Смотрим сзади. Так, поворотник один, второй, топ-сигнал, все работает, все отлично. Ну что, делаем тестовый кружок. Смотрим, что и как. Довольно легкий мотоцикл для каких-то сложных пересеченок. В принципе, довольно неплохой вариант. Вот. С защитой, высокий, с клиренсом. И самое главное, что он по сегодняшним ценам довольно бюджетный. Так, ну, собственно, давайте его смотреть. Так, маска имеет небольшие потертости. Вот, ну, собственно, мотоцикл не молодой. Что тут сделать? Стекляшки, оптики все целые. Фара, стекло целое. Крыло повреждений никаких не имеет. Резина, ну, визуально выглядит очень даже хорошо. Такая внедорожная грязевка у него стоит. С хорошим грунтозацепом. Тормозной диск. Есть поверхностное окисление. Мотоцикл у нас постоял какое-то время. То есть, покатайтесь, поработайте передним тормозом. Все это уйдет. Сами колодки в остатке процентов 40-45. Еще довольно-таки неплохой остаток. Колесо, смотрим, обод и спицы. Окислов нет. Все чистенько. Радиатор. Есть решеточка у него. Соты целые. Немножко закидан на грязь, но, в принципе, не критично. Металлическая защита. Коллектора, насколько их видно, без замятий. Вот защита большой плюс у этого мотоцикла. Боковой пластик и бак целые, но потертые. Есть вот такие вот моменты. Здесь еще какая-то наклейка, то ли что-то написано. Вот на солнце видно. Не стали его перекрашивать. Мотоцикл бюджетный. Вот, собственно, смысла в этом нет никакого. Есть вот такие вот моменты на баке, на нем. Но, опять же, мотоцикл не для выставки. Мотоцикл для суровой езды. Двигатель без каких-либо запотеваний. Крышки целые. Все довольно-таки неплохо. Подножка водителя и пассажира все целое, все на месте. Выхлоп. Накладка у него немножечко потертая. Слезла краска, но сам выхлоп целый, всего здоровый. Выхлоп, кстати, неоригинальный, если я не ошибаюсь. Очень похож на неоригинальный выхлоп. Задняя часть бокового пластика повреждения не имеет. Тормозной диск с этой стороны сзади, в принципе, довольно неплохо еще выглядит. Колодки еще также процентов 35-40 в остатке. Задняя резина. Протектор тоже неплохой, но вот видно, что начинает уже ссыхаться. Я, если не ошибаюсь, у него камера стоит. То есть это не бескамерка, это камерное колесо. Поэтому, в принципе, я думаю, покататься можно. Не особо это и критично. Ну, а там уже на свое усмотрение меняйте. Оптика сзади. Стекляшки также все без повреждений. Все поворотники, стоп-сигнал, все отлично. Багажничек есть, на него можно что-то привязать. Хвост вот такой вот немножечко укороченный. Ну, вот как есть. А с этой стороны боковой пластик, задняя часть без нареканий. Защита цепи, все в порядке. Сама цепь и звезда. Это у нас такая небольшая защитка стоит. Ну, так вот покажу отдельно. Звезда, в принципе, неплохо выглядит. Цепь. Вот цепь не провисает. В принципе, вот при необходимости еще натяжечку можно сделать. Подножка пассажира, подножка водителя, боковая все на месте. Здесь у нас двигатель чуть-чуть потертый, подкрасили. Ну, без потеков, сколов, трещин и так далее. В принципе, нареканий особо по двигателю никаких нет. Ну, все в порядке. Обычный двигатель. Боковой пластик повреждений не имеет. Есть небольшие потертости. Вот, ну, повторюсь, мотоцикл катался, на нем ездили какое-то время. Сидушка оригинальная, не перешитая. Все в родном исполнении. Сверху бак целый. Ну, кроме вот этого момента, что я вам говорил, что-то здесь было наклеено. Что-то сюда вот ставилось, японец делал. Ключик у мотоцикла один. Бак есть на горловине легкий-легкий налет окисла. На горловине это не смертельно. В самом баке все довольно хорошо. Так, смотрим здесь. Ручка грипса целая. Сцепление шарик без повреждений. Ручка в хорошем состоянии. Кнопки все на месте. Руль не оригинальный. То есть японец поставил немножечко пошире и попрямее, чем у оригинала. Что-то здесь какую-то изоленту он намотал. Не знаю для чего. Ладно, это снимем. Кнопки здесь все на месте. Дроссель все отлично работает. Возврат есть. Ручка переднего тормоза, шарик без повреждений. Зеркало одно, зеркало второе. Ключ, как я говорил, один. Приборка. Стекляшки все целые. Вот, лампочки все загораются. 17 579 общий пробег. В принципе, пробег небольшой. Видно, что мотоцикл стоял какое-то время. Краска у него подвыцвела немножко. Не такой он яркий, нарядный. Но, тем не менее, для своих целей, поставленных задач, вполне отличный вариант для каких-то внедорожных покатушек. КЛЕ 250 Анхела в наличии и свободный. Кому интересно, ссылка на этот товар есть в описании к этому видео. Перейдя по этой ссылке, вы посмотрите и цену, и год выпуска, и все остальные интересные вам моменты. Мотоцикл ждет своего покупателя. Оправляйтесь, звоните, пишите. Всем спасибо, всем хорошего дня.